Любой человек любит тепло и не любит холод, однако все хорошо в меру. Чрезмерное воздействие высоких температур может стать причиной больших неприятностей. Типичным следствием такого воздействия является тепловой и солнечный удар. Подобные явления случаются весьма часто, степень поражения зависит от особенности организма. Клинические признаки, что при тепловом ударе, что при солнечном, бывает сонливость, головокружение, тошнота, плохое самочувствие, покраснение лица, то есть такое красное лицо становится. То есть признаки различные у каждого человека. Достаточно серьезное состояние, когда уже необходимо даже вызвать скорую помощь, конечно, может быть и повышение температуры. Солнечный удар – это проблема, с которой можно столкнуться исключительно в летний период времени, в то время как тепловой удар можно получить и в закрытом помещении, где низкая влажность и высокая температура воздуха. Чтобы предупредить развитие теплового удара и солнечного удара, конечно, необходимо создать определенные условия труда, быта и отдыха. То есть достаточно оптимальной температуры должна быть, если мы говорим про помещение, особенно где много народу, какие-то лекции идут, потому что очень часто бывают душные помещения, и даже студенты, ребята могут падать в оморок. Основной причиной, которых является душное помещение за счет перегрева. Выходя на улицу в знойный день, всегда помните о головном уборе, а также отдайте предпочтение одежде, светлых тонов и легкого, неплотного материала. Еще одним из важных моментов профилактики является предотвращение обезвоживания организма. Другими словами, пейте как можно больше жидкости и не забывайте про крепкий сон. Елизавета Никитина, Никита Акиншин, Универньюс.